книга открытым оком вопрос 3348 том 19 тема священство советовался ли епископ евтихий со своей пастве о переходе в патриархию отвечает игнатий тихонович лапкин с нашей общиной не советовался он опережает события думаю что это от многих огорчений постигших его была у него епархия до дальнего востока а благодаря его действиям она постепенно скукожилась до его я о нас он забыл как будто нас и нет он оказывается уже написал и заявление о переходе в патриархию а это далеко не то же что решено было на соборе чтобы зарубежная часть вошла с прежним руководством он просто сбросил все и ушел в ту же яму откуда некогда так удачно вылез справка 16 мая 1990 года архиерейский собор русской зарубежной церкви принял решение об открытии приходов и епархии на территории россии в том же году игумен ефтихий курочкин клирик омско-тюменской епархии обратился к преосвященному архиепископу омскому и тюменскому феодосию с заявлением о переходе в юрисдикцию русской зарубежной церкви 15 июня 1990 года игумен ефтихий был запрещен священнослужение преосвященным епископом тобольским и тюменским антонием 24 июня 1994 года в знаменском храме в нью-йорке рукоположенного епископа митрополитом виталия мустину и со служащими архиеремия русской зарубежной церкви впоследствии епископ ефтихий выступил как сторонник восстановления полного общения русской зарубежной церкви с московским патриархатом в 2004 2006 годах принимал участие в некоторых совместных наседаниях комиссии московского патриархата по диалогу с русской зарубежной церковью и комиссии русской зарубежной церкви по переговорам с московским патриархатом в мае 2006 года епископ ефтихий принял участие во всесарубежном соборе где также выступил за восстановление канонического единства русской церкви в письме от 3 октября 2006 года направленном в адрес святейшего патриарха алексия по поводу восстановления в священном сане владимира карелина епископ ефтихий выразил искреннее раскаяние в действиях приведших к созданию вредоносного раскола в кавычках взятая цитаты 26 ноября 2006 года епископ ефтихий обратился к святейшему патриарху алексию с прошением о снятии наложенного на него прещения и принятие в каноническое подчинение московского патриархата 22 декабря 2006 года преосвященный антоний ныне архиепископ красноярский енесинский 1990 году запретивший игумена ефтихия курочкина в священнослужении освободил его от ранее наложенного прещения постановили первое отметив снятие канонического прещения наложенного на преосвященного ефтихия в бытность его игуменом признать его в сущем сане епископа второе по вопросу о дальнейшем служении епископа ефтихия иметь суждение после вступления в силу акта о каноническом общении которым будет восстановлено каноническое единство московского патриархата и русской зарубежной церкви смотри открытым оком тон 9 вопрос 2261 галатам 2.18 ибо если я снова созидаю что разрушил то сам себя делаю преступником матфея 12.45 и бывает для человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым уродом экклесиаст 9.12 ибо человек не знает своего времени как рыбы попадаются в пагубную сеть так и птицы запутываются в силках так сыны человеческие уловляются в бедственное время когда оно неожиданно находит на них второе петра 2.20 опять запутываются в них и побеждаются ими то первое бывает для таковых то последнее бывает для таковых все ночи палили в небо фейерверки справляли новый год и бесновались но жизнь и свете оставалась серой не просветлела изнутри немало до туч сплывали сполохи ракет гирляндами катились за горизонту кому-то в этот час подкатит смерть она пока что царствует на троне чего уж праздновать при полном поражении все остается так же как вчера все суета вращается сей жернов раздует пепел нашего костра во дни побед салют не умолкает за столья ломятся ограничения чужды дней готов не задержать мелькая и видят в них лишь внешне наружно помолимся чтобы взглянуть вовнутрь и в страхе отшатнуться столько мрака настолько ж глубока и беспробудно дуй у каждого безбожника на грядке кто осознал никчемность пустоты приобретение богатства и тщеславия там вожделением пришла пора остыть не жить с гаремами по образцу и слова быть осиянным нужно изнутри признать главенство у души над телом читая библию в себя тот час смотри как мы желать и в мыслях не посмели столб огненный над станом житие отсчет начнется от рождения свыше контроль над тем что выпью и что съем делиться тем что самому не лишнее такое праздновать приятно с иисусом в передний угол гостя усажу путь истинный тернист и очень узкий светлей прожектора у ламбы абажур первого января 2007 год игнатий лапкин